Всем привет, с вами гнобитель гостей, хейтер начальства, слобный повар мясник, сегодня я расскажу вам историю о своём хобби, глазами своего товарища таракана. Как видите я привёл с собой двух могучих бойцов, по их снаряде видно, парни опытные, прошли много горячих игр, всякое повидали, может даже в милсин играли, чем страйк не шутит, но сегодня они для меня здесь как пушечное мясо. А вот и наш командир, судя по его бороде, он к нам пришёл прямиком из Афгана, или может он просто жопа ленивая, которая забывает бриться, и считает что борода ему идёт. Сейчас как раз он пытается провести с нами брифинг, перед тем как пойти и надрать жопу врагу, то есть людям не в жёлтых повязках, но мы его нихуя не слушаем, у нас другие мысли, например, почему мы в выходной день торчим в лесу, с какими-то непонятными мужиками, хотя могли быть дома, за компом, или с бабой в кровати, всё очень просто, мы страйболисты. Ну наконец-то в бой, а то у меня уже яйца затекли, и привод заржавел, сколько можно сусолить, мусолить, рассусолить, хвесолить, как и чем надавать по щам воображаемому врагу, лучше без долгих раздумий проситься на него с криков, вы ей бу. Наш зелено-жёлтый напарник убежал вперёд всех, хочет, наверное, первым пролить кровь, но у него нихуя не выйдет, он ещё не догадался о нашем коварном плане использовать его как живой щит, хотел бы я посмотреть на его лицо, когда это произойдёт. Ну все, вам пизда сосунки, главное помнить, про золотое правило, тысячу рублей заплатил за игру, когда захочу, тогда и умру. Наконец-то добежал до поля боя, надо передохнуть. Ого, тут уже идёт знатное побоище, смотрите, сколько мяса на убой привели, подвиньтесь, дайте мне пострелять. Наш зелено-жёлтый напарник уже ведёт дохуя эффективную войну, противник наверняка уже успел обосраться, и он выцеливает его по запаху. Перестань тырить мои фраги, я чё, зря что ли покупал этот огромный дрын с прицелом, через который нихуя не целюсь. А нет, надо бы все-таки взглянуть в него, вдруг чё увижу. Стой смирно, я же так нихуя не попаду. Заебался я тут уже стоять, давайте сейчас я покажу вам секретную технику, которые меня научили китайцы в Гималах. Видали, как я умею, сам Супермен бы позавидовал такой технике, обратное самоподтрачневое сальто, такому вас даже не научат даже в спецназе. Хотя, если призадуматься, спецназу это и не нужно. Чем это тут так воняет, неужели я приземлился, прямо на биологическую мину, или пока летел сам успел обосраться, а может это тот самый враг, которого выцеливал наш правый снайпер, выколи глаз. Сейчас я сам нахуйлю этому засранцу. Это ещё что за неведомая ибаная хуйня торчит? Она ещё и стреляет. Видать, я тут такой, не один, самоподтрачневый, прыгну на Псеру. Кажется, нас заметил, тяжёлый пулемёт, пора валить отсюда, пока нас не захуярили из огромного калибра. Здорово, чувак. Мне нужен твой привод, очки и каска. В смысле? Прикрой меня, пока я перезаряжаюсь. Что за эти дикие проклятые? Где же они от нас спрячутся? А то я уже замёрз, проголодался и устал. Патроны кончились. Самое время проанализировать нашу обстановку в реальном времени. Пошло оно всё нахуй, я ухожу греться в мертвях. Субтитры создавал DimaTorzok